Но мы ждем кадров открытия Петербургского экономического форума. Пока переходим к другим темам. Российские болельщики, которых Франция намерена выдворить из страны, с решением властей Пятой Республики не согласны. Готовы обжаловать это решение. А потом заявил глава Всероссийского объединения болельщиков Александр Шпрыгин. Он и еще 19 фанатов. В ближайшее время должны покинуть Евро-2016. Так решила хозяйка чемпионата. Напомню, в минувший вторник под Каном полиция остановила автобус с поклонниками сборной России, которые направлялись в Лиль на матч Россия-Словакия. По данным французских властей, в автобусе находились 43 человека. Все они были доставлены в Марсель. К вечеру среды стало известно об освобождении 20 человек и скорой депортации еще 20. По трем россиянам решение пока не принято. Трибунал Марселя обещает озвучить его уже сегодня. Официальная версия выдворения – то, что российские болельщики представляют угрозу безопасности. Но вот другое дело английские фанаты. Их никто массово не выдворяет. А между тем, три дня беспредела, тысячи дебоширов в Марселе, столкновения англичан и фанатов из Уэльса в поезде в районе Калия. И сейчас послужной список еще один пункт. Погромы в Лиле. Началось все мирно. Фанаты веселились на центральной площади. Ну а закончилась ночь госпитализации 16 человек. В больницу попал и россиянин. Вот смотрите на этом фото как раз-таки российский блогер Никита Панасюк. И только его работы влили сотрясение мозга и швы на лбу. Молодой человек снимал на видео, как английские болельщики прыгают на припаркованных поблизости автомобилях, распевают фанатские речевки, в том числе оскорбляющие нашу страну. Агрессивные поклонники сборной Англии попытались выбить камеру из рук россиянина. В результате тот получил травму головы. Как мы можем видеть по этим кадрам, принцип британских болельщиков хорошей драки и футбол. До утра в Лиле слышались взрывы светошумовых гранат и не смолкали сирены. Полицейские пытались усмирить англичан, которые решили помериться силами с французскими фанатами. Полицейские явно упустили момент, когда фанаты встретились друг с другом в центре города. Диалог между ними продлился не больше минуты. Ну а после чего в ход пошли уже кулаки. Французам пришлось спасаться бегством. Буквально через пару минут достаточно оперативно на месте появились полицейские. Успокаивать хулиганов пришлось перцовым газом. Однако ожидаемого эффекта стражи порядка так и не добились. Это только сильнее раззадорило футбольных хулиганов. Сейчас уже появилась шутка, что англичан так часто травятся заточивым газом, что у них развился к нему иммунитет. И действительно на кадрах хорошо видно, что фанаты вместо того, чтобы бежать, спокойно ходят в едком дыму. Ну и итог очередной бессонной ночи. Во Франции 36 задержанных, в том числе 12 россиян. При этом даже западная пресса уже утверждает, что главные провокаторы на французских улицах британцы. Подданные ее величества, которые постоянно под градусом оскорбляют и французов, и россиян. Те ответа ждать долго не заставляют. Полиция обеспечить безопасность попросту не может. Сегодня для силовиков очередной горячий день. До матча Англия-Вэльс остаются считанные часы. Но вот это видео заслуживает отдельного внимания, как во Франции развлекаются британцы. Они бросали деньги оголодавшим детям мигрантов. За монеты дети буквально дрались. А у британцев это веселило. Картинка достаточно унизительная. Эти кадры уже вызвали буре возмущения в интернете.